Нужно ли придерживаться всех столпов ислама после его принятия? Проповедники некоторых деструктивных религий, взяв за основу хадис посланника Аллаха «примите веру и будьте верны», утверждают, что после принятия веры нужно обязательно придерживаться ее в полной мере. Конечно, это очень хорошо, если нафас человека готов, но природа большинства людей устроена таким образом, что они принимают религию не сразу, а постепенно. Действительно, когда достопочтимый пророк принес с собой ислам, он в течение пяти лет призывал людей принять эту религию. И лишь после неспослания ему Аллахом откровения, обратился к ним со словами принять ценности этой веры. В учении дауат послабление или постепенное выполнение религиозного долга называется принципом аль-ауалият. Пропаганда посланникам Аллаха веры в одного лишь Всевышнего, неспослание Корана в течение 23 лет, постепенное внедрение таких поклонений, как пост, закят, хадж, первоначальное объединение мусульман как социальные группы, а затем их превращение в религиозно-политическое движение и в дальнейшем образование государства, все эти моменты являются подтверждением значимости принципа аль-ауалият. К слову, в учении дауат постепенное возложение религиозных обязанностей в соответствии с природой человека основано на аятах Корана. К примеру, Аллах не сразу категорически запретил пьянку среди сахабов. Бакара аят 219. «Они спрашивают тебя об опьяняющих напитках и азартных играх. Скажи, в них есть большой грех, но есть и польза для людей, хотя греха в них больше, чем польза». Всевышний при помощи этого аята дал понять, что спиртное оказывает пагубное влияние на человека. Спустя время Аллах в аяте 43 суры Ниса сказал, «О те, которые уверовали, не приближайтесь к намазу, будучи пьяными». Всевышний окончательно запретил употребление спиртного, когда сахабы один за другим бросали пить, чтобы бесповоротно остановить пьянство. Аллах не спасла следующий аят. «О те, которые уверовали, воистину опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники и гадальные стрелы являются скверны из деяний дьявола. Сторонитесь же ее, быть может вы преуспеете. Воистину, дьявол при помощи опьяняющих напитков и азартных игр хочет посеять между вами вражду и ненависть и отвратить вас от упоминания Аллаха и намаза». На самом деле, эти аяты, неспосланные друг за другом, не говорили о том, что спиртное можно употреблять временно. Если бы Всевышний пожелал, он бы вмиг запретил пьянство, но великий Создатель сделал так, чтобы люди сознательно принимали решения и шаг за шагом предпринимали попытки для избавления от этой вредной привычки. Так, осознанное принятие веры – одно из обязательных условий. Также пророк говорил, что человек должен быть волен в своих действиях, поэтому будет неправильно внутренне неготового человека подталкивать к полному выполнению религиозного долга.